Эфир 24 КИЗ продолжает выпуск новостей в студии Патогоса Аркулова. Здравствуйте. И начнем с официальных новостей. Глава государства поздравила президента Словении с национальным днем. В поздравительной телеграмме Хасмужу Мартухаев выразил надежду, что многогранное взаимодействие между двумя странами продолжит свое поступательное развитие. Об этом сообщает пресс-служба Аккорды. Казахстанский лидер пожелал коллеге и народу Словении счастья и благополучия. Больше 250 миллиардов тенге потребуется на восстановление жилья казахстанцев, пострадавших от паводков. Цифру озвучил заместитель премьер-министра Канад Бузумбаев на заседании Кабмина. По его словам, свыше 8 тысяч домов не подлежат ремонту. Часть жилья в планах купить на вторичном рынке и часть построят. Вместе с тем, вице-премьер отметил, почти 50 миллиардов тенге из резерва правительства необходимо на восстановление инфраструктуры. Речь о ремонте автодорог и соцобъектов, а также линий электропередач. Компенсацию на ремонт и восстановление жилья уже получили 6176 семей или где-то 66% от пострадавших семей на общую сумму 40 миллиардов тенге. В пострадавших регионах на сегодня 3414 семей получили новые дома, квартиры или компенсацию взамен разрушенного жилья. Начато строительство 2503 новых домов для пострадавших граждан в Западно-Казахстанской, Кустанайской, Атравской, Актюбинской, Ахмолинской, Североказахстанской, Павлодарской областях. Отмечу всего, во время паводка в стране было потоплено больше 12 тысяч жилых домов и свыше 7 тысяч дач, являющихся единственным жильем для пострадавших. Комиссия провела оценку 80% объектов. Готовность инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону сегодня также обсуждали в правительстве. Выяснилось, что уже есть проблемы, так как на ТЭЦ Ридера, Экибастуза, Тимиртау, Джисказгана, Кентау и Степногорска ремонтные работы переносятся или затягиваются. При этом месяцем ранее было поручение не допускать продления сроков ремонта и снижения их объемов. Глава Камина поручил министрам принимать самые жесткие меры. О том, как готовиться к зиме в регионах, расскажет Эйслу Махмутова. 21 миллиард тенге выделили на реконструкцию первого и третьего теплоэнергетических центров в Караганде. В последнем уже завершили ремонт двух котлов и двух турбин. Прошлой зимой из строя вышел пятый котел. Запустить его удалось только спустя неделю. Вообще на карагандинской ТЭЦ-3 постоянно в отопительный период находятся в работе семь котлов, один котел находится в резерве. При выводе какого-либо котла в ремонт резервный поднимается и мы остаемся без резерва. Чтобы котел остыл и передать его нормально в ремонт, требуется не меньше 12 часов. Только после этого люди могут зайти в него и начать какие-то работы. Поэтому в среднем при отключении котла в ремонт тратится почти трое суток, чтобы его везти в резерв. А это время. Проблемы с отоплением прошлой зимой были и в городе Тимиртау. Даты подачи тепла в квартиры там сдвигались неоднократно. Тепловики не укладывались в график работы. Происходили прорывы в сетях. Специалисты считают, что ужесточение закона в отношении энергетических компаний заставит их более ответственно относиться к своей работе. Ежегодно в сентябре-октябре теплоисточники подают документы на получение паспорта готовности. Отсутствие паспорта готовности предусматривает действующее законодательство административный штраф в размере 150 до 300 мрп. Но в рамках изменения законодательства данные штрафы будут увеличены в десятикратном размере. То есть данные штрафы будут уже более существенны для станции. Это делается для того, чтобы мы могли обеспечить качественным теплоснабжением жителей региона в рамках предстоящего отопительного сезона. Тем временем в Туркестанской области продолжают модернизацию кентауской ТЭЦ. На ее реконструкцию в этом году выделили более 9 млрд тенге. Сейчас работы ведутся на шести котлах. По словам специалистов, капитального ремонта здесь не было 11 лет. Хотя, согласно техническим требованиям, его необходимо производить каждые 5 лет. Только в прошлом году четыре котла из 12 прошли текущий ремонт. Еще четыре были реконструированы. Однако провести прошедший отопительный сезон без эксцессов не удалось. Из-за непогоды произошло отключение электроэнергии. Тогда из строя вышли сразу несколько котлов станции. Восьмой и одиннадцатый котлы готовы на 90%. С нуля начали работы на девятом-десятом котлах. До ноября их планируем завешать. Далее приступим к ремонту седьмого-двенадцатого котлов. В этом году отремонтируют еще два резервных котла станции. Также планируют заменить 14 километров труб. В порядок приводят и систему теплоснабжения многоэтажных домов. Их в Кентау около 350. Наша задача – доставить тепло от ТЭЦ до подвалов многоэтажек. На данный момент проведена опрессовка систем теплоснабжения во всех домах города. Там, где выявлены проблемы, выдали на руки акты. Необходимо будет устранять неполадки. В отопительный сезон этого года мы планируем вступить с четырьмя новыми котлами и двумя отремонтированными. Это позволит снабдить теплом жилые дома и другие объекты города Кентау. Больше пяти миллиардов тенге из резерва правительства получит теплоэлектроцентраль Риддера. Там заменят турбины и котлы. Городу потянут 19 километров новых тепловых сетей. Факты аварийных остановок станции энергетики обещают свести на нет. В этом году почти на 140 миллионов тенге мы будем ремонтировать котельную в этом селе. В том году были многочисленные жалобы. Графика ремонта составлена с учетом того, что 1 сентября у нас должны быть готовы полностью все котельные нашей области и все сети. Тотальная ремонтная кампания планируется на Узкимногорской ТЭЦ. К зиме ее готовят 250 подрядных организаций. После 25 лет эксплуатации в цехах меняют паропроводы. Для лучшей теплоотдачи ставят трубы большего диаметра. Ремонтную кампанию проводят за счет собственных средств предприятия. В том числе благодаря прибыли, полученной по программе тариф в обмен на инвестиции. На текущий год у нас инвестиционная программа составляет 5 миллиардов тенге. Из них 1,8 направлено на снижение износа оборудования. В текущий момент производится капитальный ремонт котлоагрегата номер 13 с заменой поверхностей нагрева и необогреваемых трубопроводов. Перспективы проектов модернизации казахстанских котельных, тепловых и гидроэлектростанций смело можно назвать долгосрочными. В масштабах республики к 2035 году их средний износ снизят на 15%. Айсулу Махмутова, 24 КИЗ. И около 3,5 миллиардов тенге направят на модернизацию ТЭЦ и Кибастуза. Деньги выделены из резерва правительства. Постановление, напомню, подписано в начале июня. Отмечу, в системе подачи воды на местные ТЭЦ больше 40 лет. Трубопроводы давно выработали свой ресурс. Нужно заменить, чтобы создать безаварийные условия. Ранее премьер поручил выделить 16 миллиардов тенге на модернизацию теплоисточников в Кентау, Ридере и Казларде. В целом, как рассказали в Минэнерго, в рамках подготовки к отопительному сезону, в этом году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин в 17 городах, включая 3 мегаполиса. В рамках инвестиционных соглашений восстанавливают энергоблок номер один на ГРЭС в Экибастузе. Меняют турбоагрегаты на Топарской ГРЭС и Атраусской ТЭЦ. Есть планы по расширению теплоисточников в Усть-Каменогорске и Караганде. Все эти проекты позволят обеспечить ввод новых мощностей суммарно более чем на 1500 мегаватт. Продолжим обсуждение этой темы с представителем Минэнерго. Асхат Жакупов присоединяется к нам по Зуму. Асхат Хамитович, здравствуйте. Как меня слышно? Добрый день. Высто хорошо? Казалось бы, деньги есть, план работ тоже. Тогда с чем связан перенос сроков? И успеют ли при таком графике ремонтные бригады к зиме? Что касается электрических станций, было отмечено в текущем году для подготовки к отопительному сезону запланировано 10 энергоблоков, 75 котлов, 45 турбин. На текущую дату на разных стадиях ведутся ремонты трех энергоблоков, 32 котлов и 16 турбинов. Также завершены ремонтные работы на одном энергоблоке, 6 котлов и 9 турбинов. Также на электрических сетях запланировано ремонт более 20 тысяч километров электрических сетей. Данные работы ведутся согласно графику. Что касается переносов сроков и ремонтов работ. Данные ремонтные работы у нас проводят и круглогодичные. Основная масса проводится в ремонтных компаниях. То есть после завершения отопительного сезона и до начала. Основные причины, которые были сегодня заслушаны, подняты на заседание правительства и министерства, вынесены. Они выявляются в ходе ремонта компании, выявлены руководством министерства, также комитетом госэнергонадзора. Основные причины это у нас выявление дополнительных объемов ремонта работ, также несоявление поставка ТМЦ. Для обхождения отопительного сезона достаточное оборудование у нас ежегодное есть. И карамонная работа будет проводиться для того, чтобы резервное оборудование в самый пик отопительного сезона было надежно. В каких регионах сейчас наиболее сложное? Понадобятся ли новые транши? Смотрите, дополнительные, так скажем, внимание уделено у нас, как было отмечено, это фейдер, экибастут, скентал, по которым сейчас два котла ремонта ведутся, или два конкурса до конкурса, текущий вода будет соединен. Это у нас в Теснодорске опять, чем эффективно стало. Данные работы на котлах ведутся с отставанием, как было отмечено. Но среди тем, что подъем выявлен, в первый день усиленная работа продолжается. Ну и самый главный вопрос, выделяются огромные средства. Как после этого будет меняться тариф? Что ждать абонентам? Чего ждать? В частности, вы можете сработать, как правильно отмечено, для выполнения данных работ на ряду энерго-прокресса. Тарифы увеличены с первого, ну, с текущего года, то в следующем году тарифы будут дополнительно вырастены. А вот с нового года он на сколько вырастет? Нет, уже с текущего года ряду энерго-прокресса с компанией тарифы были увеличены. На следующий год будет рассмотрено в 25-м году. Хорошо, спасибо большое. Напомню, у нас на связи был Асхад Жакупов, руководитель управления Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго. Ну и, безусловно, интересен опыт соседних стран. Так, указом президента Кыргызстана Садыра Жапарова, объекты энергокомплекса и теплоснабжения Бишкека полностью переведены на баланс мэрии. Это сделано для того, чтобы городские власти более эффективно занимались вопросом обеспечения столицы электричеством и теплом. И, наконец, снизили высокую аварийность главного бишкекского энергообъекта. Как готовятся в Бишкеке к отопительному сезону, расскажет мой коллега Бахат Чермашев. Он с нами на прямой связи. Бахат, приветствую. Добрый день, Батагос. Ну и как? Вот возымело действие такое решение? Для того, чтобы объяснить вам, в чем принцип действия вот этого нововведения, которое ввел президент Садыра Жапаров, я хотел бы немного рассказать о двух самых значимых авариях, которые произошли в Кыргызстане за последние несколько лет. Недавняя совсем эта авария с 1 на 2 февраля 2024 года, когда произошел взрыв возле одного из котлоагрегатов. Как тогда было заявлено, первоначальная причина – это якобы взрыв угольной смеси. А затем, спустя какое-то время, совсем недавно, после того, как была проведена работа тщательная по тому, чтобы расследовать причины этого взрыва, выяснилось, что причиной взрыва стал изгнус оборудование и тот самый человеческий фактор, без которого, собственно, никуда. Ну и если учитывать, что это происходит довольно часто, то можно сказать, что вот эта вот роковая связка, она очень сильно влияет на работу энергосектора в республике и в частности ТЭЦ. Другая авария была в 2018 году, тогда тоже город на несколько дней, практически на неделю остался без стекла, причем были очень сильные морозы, до минус 25. Тогда из-за выхода из строя из оборудования пришлось отключить практически весь город от отопления, причем эта авария произошла после того, как на Бишкекской теплоэлектроцентрале была проведена реконструкция, причем стоимость этой реконструкции была 400 миллионов долларов. И как впоследствии выявили следственные органы, все-таки коррупционная составляющая в этом процессе тоже была, и объявления в растрате средств были предъявлены в том числе бывшему президенту страны Омазбеку Тамбаеву, двум экс-премьер-министрам и многим высокопоставленным чиновникам. К чему эта вся информация? Дело в том, что таким образом я хотел бы подчеркнуть системность тех аварий, которые происходят. Если вы говорите о том, что в Казахстане оборудование сильно изношено, та же самая история повторяется и в Кыргызской республике, потому что та же самая ТЭЦ Бишкекская была сдана в эксплуатацию в 1978 году. То есть буквально еще пару лет, и она может отмечать 50-летний юбилей. Спасибо советским инженерам за то, что оборудование выдерживает такую нагрузку, потому что оно уже по нескольку раз закончило свой производственный, технологический, физический и даже фантастический ресурс. И то, что все-таки она на грани, говорит о том, что вот эти вот аварии происходят. Что сделал нынешний президент? Он перевел финансирование всех этих ТЭЦ с государственного баланса на городской, то есть столичный, бишкекский. Таким образом, теперь будет сокращена цепочка тех посредников, которые получали деньги для того, чтобы ремонтировать и для того, чтобы модернизировать это самое оборудование. Во-вторых, у городских властей будет более точное понимание того, где и как все объекты тепла и электроснабжения в столице Кыргызстана должны работать. Потому что нужно сказать, что до этого момента энергетический блок был представлен сам по себе, как министерством энергетики. Правительство занималось тем, что в общем предоставляло финансы на работу всей энергосистемы. А город получал уже, скажем так, по остаточному принципу то, что ему должно быть доставлено в конечном итоге. Вот сейчас эта система вся переориентирована на то, чтобы мэрия бишкека единолично этим всем занималась. И нужно сказать, что в помощь мэрии теперь пойдет и новая тарифная политика. Потому что теперь ее будет определять мэрия города. И в первую очередь исходя из того, какое потребление и где необходимо. Таким образом, вот эти вот средства, которые выделятся для того, чтобы реконструировать эти все мощности, они должны будут потрачены более эффективно. Нужно сказать, что совсем недавнего времени, например, повышен тариф на электроэнергию. Теперь он составляет СОМ за 1 киловатт, грубо говоря, 5 тенге за 1 киловатт. Для вас, может быть, это не так много. Но в Кыргызстане постепенно идет политика к тому, чтобы сократились вот эти вот бюджетные вливания, когда правительство было компенсировать, вынуждено было компенсировать производство электроэнергии и социально низким тарифам. Теперь населению объявлено, что постепенно эти тарифы будут подниматься. И в конечном итоге все это должно привести к тому, чтобы энергообъекты в столице работали так, как они должны работать. Что касается других объектов, которые должны появиться в общей энергосистеме столицы, то по поручению президента сейчас восстанавливается законсервированная еще в советское время ТЭЦ-2, которая будет полностью переведена на газовое снабжение. И возрождены к работе многие котельные, которые находятся по городу. Причем все они будут переведены на газ, в отличие от угля, на котором работали раньше. Подготовка идет. И понятное дело, что Бишкекская теплоэлектроцентраль также сейчас подвержена модернизации. Но здесь нужно сказать, что этот процесс все-таки достаточно сложный, объект устаревший. И поэтому правительством прикладываются все меры для того, чтобы сделать ремонт максимально щадящим. То есть сохранить старые мощности и максимально соединить их с теми новыми мощностями, которые есть в проекте. Так что, как всегда, есть надежда на то, что будущая зима обойдется без эксцессов. Очень хочется надеяться, что так и произойдет. Бахат, получается, вы сейчас деньги копите, но пока модернизацию не начинали. Смотрите, какая ситуация. Это все плановый процесс. То есть первые несколько лет, 2-3 года, как обещал президент, деньги все равно будут выделяться из бюджета по той же схеме, как это происходило раньше. То есть тариф на электроэнергию оставался один. Энергетики тратили на производство одного киловатта определенную сумму. Разницу между социально значимым тарифом и затратами, которые понесли энергетики, компенсировало правительство. Теперь эти деньги должны постепенно будут выплачиваться за счет населения, потому что тарифы будут подниматься. Но сразу это не произойдет. И получается, что сейчас просто те деньги, которые выделяются, они идут на текущий плановый ремонт, скажем так. Он такой же, как, собственно, и у вас. И каждый раз приходится каждый котлоагрегат просто подвергать ремонту, проверять его на работоспособность и надеяться, что зимой не будет эксцессов. Понятно. Спасибо большое. Тоже будем надеяться, что у нас зима тоже пройдет без эксцессов. Напомню, у нас на прямой связи со студией был мой коллега Бахович Ермашев. Вы смотрите новости. Мы продолжаем. Ряд нарушений в двух нефтегазовых компаниях Магасталской области выявили прокуроры совместно с правоохранительными органами. Представители одной компании больше чем на полтора миллиарда тенге приобрели автобусы, не соответствующие техническим требованиям. При этом их стоимость была завышена на 400 миллионов. На другом предприятии выплатили больше 400 миллионов тенге заработной платы лицам, которые не числились в штате компании. Необоснованно получили средства и родственники руководства. Начато пять досудебных расследований, задержаны четверо. Сильная жара надвигается на Казахстан, предупреждают синоптики. К чему готовиться? Поговорим об этом с Алиной Исмогуловой, официальным представителем Казгидромета. Алина, здравствуйте. Когда точно ждать жару? И сколько максимум будет градусов? Здравствуйте. Ближайшие дни на территорию Казахстана у нас заходят горячие воздушные массы из районов Ирана. Они приносят эту жаркую погоду. Но пик жары у нас жители Астаны, центральных, северных регионов почувствуют 27-28 июня. Но южные регионы там в столбике термометров поднимутся до плюс 43, а север-центр плюс 38-39 градусов. В каких областях будет особенно жарко? Особенно жарко. На западе жарко. Да, на западе у нас будет очень жарко, будет плюс 46 градусов, 43-46. Это вот обусловлено, что они априори у нас засушливые регионы. Там у нас прогнозируются небольшие осадки. Но и по норме там не предполагается больших осадков. А вот север, центр, восток у нас будут приходить дождливые дни, будут приходить дождливые какие-то промежутки. Но они не будут приносить вот эту прохладу. То есть прогрев воздуха будет настолько обильный, что мы не почувствуем прохлады. Дождь прошел, через час-два будут снова очень высокие температуры. На востоке? Восток, центр, север. Как долго будет так жарко? Ну, вообще мы прогнозируем весь июль такую жару. То есть север, центр и восток у нас будет температура приближаться к 40 градусам весь июль. Будут короткие какие-то дни, когда будет дождливая погода, ветреная. Но в основном июль у нас дается жарким. А на юге и того меньше будет осадков. И также у нас прогнозируется плюс 46, плюс 48. Это Туркестан, Казларда, город Шимкент и вот горные, предгорные районы юга. Это Алмадинская область и Туркестан. Насколько такая температура выше нормы? Это и есть глобальное потепление? Ну, выше нормы, вообще по прогнозу у нас всего будет на 1-2 градуса выше нормы. Ну, надо понимать, да, что в разных регионах норма это разная. Допустим, для Астаны норма температуры в июле это плюс 27, плюс 28. А, допустим, в Туркестанской области норма это плюс 43, плюс 45. Поэтому в общем и целом по Казахстану в июле будет на 1-2 градуса выше нормы. Это не аномалия, это вполне как бы комфортное отхождение от нормы. Ну, предполагается, да, что июль будет достаточно жарким. Спасибо большое. Запасаемся тогда терпением. Напомню, у нас на прямой связи со студией была представитель КАЗ Гидромета Алина Исмогулова. А в КТЖ предупредили о возможных задержках поездов на отдельных маршрутах следования. Все из-за сильной жары, которая уже установилась на большей части территории страны с начала лета. Говорят, под воздействием солнечных лучей рельсы раскалены и расширяются. Это вынуждает поезда снижать скорость. В компании уже извинились перед пассажирами за неудобства. В северных и восточных регионах температура достигла плюс 40 градусов. А в южных и западных регионах плюс 45. При таких внешних температурах рельсы нагреваются до плюс 58-62 градусов. Для обеспечения безопасности движения АО «Пассажирские перевозки» ввело ограничение скорости поездов, что приводит к задержкам прибытия составов. Проведение плановых работ по модернизации текущему содержанию инфраструктуры также требует временных ограничений скорости, что влияет на соблюдение расписания движения поездов. Национальный перевозчик приносит извинения за временные неудобства и благодарит пассажиров за понимание и терпение. Берег реки Хошкарата очистили от мусора в рамках экологической акции «Таза Казахстан» в Шемкенте. На субботник вышли работники коммунальных служб, госслужащие, ветераны и молодежь. Местами волонтерам даже пришлось вырубать заросли сорняков с помощью садового инвентаря. Река Хошкарата – главная водная артерия Южного мегаполиса. Но чистоту сегодня наводили не только на прибрежные территории. Трудовой десант с утра проводил генеральную уборку во дворах многоэтажек, в парках и скверах. А тут и вся техника, и траву косят, и красят, и деревья берут. Сколько я живу здесь 40 лет, это первый раз у нас такое. Спасибо. Дай Бог, чтобы эта акция еще дальше продолжалась. Одна просьба ко всем жителям нашего города, чтобы не сорили, соблюдали чистоту в первую очередь. Спасибо за такую акцию, за чистый Казахстан. Давайте будем поддерживать ее.